Здравствуйте! В начале этого года мы уже снимали видео о True Wireless наушниках и, видимо, оно зашло, потому что собрало уже больше 80 тысяч просмотров, что, в общем-то, немало. Но другой важный момент, то что за эти полгода очень-очень много изменилось, и True Wireless наушники подешевели. При этом не просто появилось куча каких-то бюджетных моделей, которые отвратительно звучат. Нет, есть много моделей, которые стоят меньше 100 долларов и при этом звучат хорошо. И по большей части здесь представлены модели, которые стоят именно дешевле 100 баксов. Хотелось бы начать с наушников Xiaomi, и они любят путаться своими названиями. То есть, что мы видим? Это Xiaomi Air. По факту, Xiaomi AirDots есть такая модель, но это совершенно другие наушники. Есть Redmi AirDots, но это другие наушники. По факту, эта модель называется Xiaomi Mi True Wireless, и в редких случаях она еще называется AirDots Pro. Но да ладно, название это, конечно, забавно, но хотелось бы перейти к самому кейсу. И это, пожалуй, единственное, что в этих наушниках хочется ругать. По материалам все замечательно, по открытию-закрытию все приятно, можно это делать с одной рукой без проблем. Но он очень толстый, он действительно толстый. Несмотря на то, что он смотрится компактным, если вы идете куда-то без сумки, у вас есть только ваши карманы, допустим, джинсы, то они будут явно выпирать. И это неприятный момент. Далее, что касается самих наушников, вынимать их из кейса, в общем-то, удобно, нет каких-то особых нюансов. И по своим материалам они также приятны. То есть, сложно сказать, что это как-то дешево, это обычный бюджетный продукт. Нет, смотрится вполне адекватно. Что касается их размеров, то это очень индивидуально, так как в моем случае они очень удобно вставляются в ухо и при этом не создают какого-то дискомфорта. Единственное, но, если вы обладаете щитиной, либо же бородой, то при движении головой вы будете ощущать некоторый звук, так как сам наконечник палочки трется в ваши волосы, условно говоря. Далее. По каким-то нюансам, касающимся зарядки. Наконец-то используется Type-C, и при этом наушники работают 3 часа приблизительно от одного заряда. И кейс способен зарядить наушники 3 раза. А что же касается звучания, то, в общем-то, все хорошо. Естественно, ожидать какого-то вау-эффекта не стоит, но, тем не менее, у наушников нет каких-то явных косяков. Нет какой-то жесткой нехватки низких частот или высоких частот. Да, это не слишком яркие наушники, и больше по звучанию у них есть акцент на такую воздушность. То есть, вы не ощущаете, что музыка идет вам прямо вот в мозг. Нет, то есть, есть даже некоторое подобие сцен. Естественно, о глубине говорить не стоит, но, тем не менее, слушать музыку в них приятно. И если вы по большей части слушаете какую-то инструментальную музыку, то это будет идеальный вариант. Так как при некоторой электронной музыке не хватает именно мощности напора баса. Но, опять же, зависит от того, как они сядут вам в ухо, и насколько вы сможете грамотно подобрать под них амбушюры, для того, чтобы после этого еще и закрывался сам кейс. Продолжаем тему с запутанными названиями у китайцев. На этот раз это Honor Flypods. И дело в том, что есть точно такие же наушники, и называются они Huawei FreeBuds. Зачем все это сделала Huawei сейчас не самое главное, а хочется рассказать о самих наушниках, что они вообще из себя представляют. И первое это кейс. По материалам это пластик, но при этом пластик достаточно качественный, и к нему никаких претензий не имеется. Клавиша только одна непосредственно для включения, и один индикатор, который горит разными цветами. Для зарядки используется разъем microUSB. К сожалению, еще не Type-C. Также интересный момент, касаемый чехла. При открытии его наушники смотрятся красиво, и на них может даже залипнуть на некоторое время. Но хорошо. Что касается самих наушников. По своей форме они очень похожи на предыдущие наушники AirDots, но при этом немного поменьше, и более лаконичные, более приятные. В ушах они также смотрятся лучше. По звучанию. Из-за чего мы вообще включили FreeBuds в предыдущий ролик? Несмотря на то, что количество брака было достаточно большое у первых ревизий, наушники звучали очень и очень круто. Поэтому мы их все равно включили. И звучание стало точно такое же и в Honor. При этом стоимость наушников упала практически в два раза. Что никак не может радовать. По времени автономной работы в наушнике работают три часа на одном заряде. И плюс кейс может зарядиться наушники до четырех раз. Интересную модель выпустили в визоры. И в первую очередь, чем она интересна? Кейс. По форме, такой округлый, мы ничего до этого не видели, чтобы это смотрелось так же интересно. И материал. Это не просто пластик, а что-то очень напоминающее soft-touch пластик. Единственное но, это вставки из темно-золотого цвета, которые смотрятся немного странно. И очень приятный момент самого кейса, что несмотря на отсутствие какой-то специальной выемки для открытия, все равно кейс легко открывается и закрывается одной рукой. Но при этом каких-то рандомных открытий не происходит. По самим разъемам, которые есть, это для зарядки Type-C. И при этом клавиш как таковых на самом кейсе нет. По своему внешнему виду, наушники напоминают модель от Xiaomi, но при этом дизайн полностью соответствует самому кейсу. Итак, в ушах они смотрятся, в общем-то, нормально, адекватно, не воспринимаются как какое-то непонятное инородное тело. И звучание. Звучание это то, из-за чего мы их и использовали в этом топе. Они звучат очень и очень ярко. При этом не просто V-образная чиха, когда ушли вперед вверха, в низкие частоты. Нет, то есть здесь середина не прячется куда-то на задний план. И те, кто любит именно вот такой вот сочный, мощный звук, называйте это как хотите, наушники подойдут. И единственное, к чему хотелось бы придраться, но опять-таки это придирки, так как бюджет, скажем так, не из самых дорогих и даже не из дорогих в рамках 100 долларов. Это то, что хотелось бы, конечно, побольше детальности, но опять же, это уже просто как придирки. По времени автономной работы все хорошо, потому что на одном заряде без кейса они способны работать до 5 часов. И при этом, как утверждает визор, они вставили сюда специальный чип, благодаря которому соединение с телефоном происходит лучше и не происходит как таковых обрывов. И действительно, за несколько часов использования обрыв произошел только один раз на долю секунды, то есть там, ну, меньше, чем полсекунды. Поэтому это приятно. А также приятно то, что отставание при наборе текста, при просмотре видео, картинки от самого звука минимальные, то есть не вызывает какого-то раздражения. Недавно мы уже рассказывали о арматурных True Wireless наушниках от TFZ X1 и компания представила новую модель, которая вообще никак не связана с предыдущей. Вместо металлического кейса мы имеем пластиковый, но при этом к нему не хочется как-то придираться, он сделан просто нормально. Не слишком уж как-то круто-качественно, но при этом и неплохо. На самом кейсе нет абсолютно никаких клавиш, они есть только на самих наушниках. Зато аж целых три индикатора, и что уже приятно. Размер самих наушников небольшой, и в ухе они смотрятся более чем лаконично, и не занимают на себя слишком много внимания. За счет того, что у них есть специальный фиксатор, они фиксируются действительно лучше, и вообще сами по себе наушники позиционируются как спортивные, и для этих целей они наверняка будут хорошо подходить. Единственное но, огромное но касаемо этой модели, громкость, которой не хватает, и хотелось бы, чтобы они были хотя бы на процентов 30 погромче. Но зато время работы без кейса порядка 8 часов, то есть на практике 7-7,5. Что же касается звучания в целом, то помимо громкости, все хорошо. Это достаточно сбалансированное звучание, без каких-то явных перекосов. Но единственное, что немного такой подкрас на низких частотах присутствует. За то, что очень порадовало, это то, что середина достаточно чистая, чистая, приятная, и она не вызывает каких-то неприятных ощущений, хотя в бюджетных наушниках это сразу же первое, что бросается в глаза, неестественность и ненатуральность середины. Здесь этого нет, и за счет этого звук уже воспринимается намного лучше. С наушниками от JBL все очень просто. За основу была взята старая модель Free, немного доработана, в частности, по звуку, снижена стоимость, при этом хорошо снижена, и в итоге получились новые наушники Free X. И при этом в них осталась фишка от старой модели. Когда вы вставляете наушники в сам кейс и закрываете его, то можно увидеть такую своеобразную улыбку, которая состоит из индикаторов самих наушников и индикатора заряда. Но при этом, если кейс заряжен не полностью, то улыбка получается немного странной. Дальше по самому кейсу. Размер. Все-таки для 2019 года он здоровый, и если сравнить его с кейсом от Wither, то можно увидеть, что он действительно большой. И единственное преимущество его размера, это то, что наушники достаются крайне просто и крайне легко вставляются. По размеру самих наушников. Они, условно говоря, среднего размера. Их невозможно назвать маленькими, но и при этом большими они еще не являются. И в ухе они выглядят, ну, относительно, относительно нормально. И опять-таки будет зависеть от формы ушей человека, который их носит. По звучанию. Это самые басовитые наушники из тех, которые здесь вообще есть. Но в чем заключается главная особенность этого баса? Это то, что он немного так по-соневски бухающий. Ему не хватает разрешения, не хватает какого-то контроля. Поэтому вместо того, чтобы услышать полноценный бас, вы можете услышать иногда бухание. Но опять-таки для басхедов, и в особенности для тех, кто слушает электронную музыку, и ему важен сам бит для того, чтобы держать ритм там, или еще что-то при беге, каких-то спортивных пробежках и прочее. Да, это будет интересно. Но по сравнению с другими китайскими моделями, наушники смотрятся не особо-то и выигрышно. Но тем не менее, мы обязаны о них рассказать, так как среди более известных именитых производителей это, пожалуй, одни из лучших наушников. Если бы AirPods 2019 года стоили бы хотя бы раза в три дешевле, то мы обязательно включили бы их в этот топ. Но, к сожалению, они стоят дорого. Слишком дорого. Прям слишком дорого. Поэтому из вкладышей мы выбрали Huawei FreeBus, которые очень напоминают их. И даже по форме единственное различие, это немного другая по форме сама ножка. Но при этом это абсолютно никак не мешает при использовании. Она никуда не упирается и не мешает использованию самих наушников. Но, как обычно, начнем с кейса. И здесь действительно есть что сказать. Потому что он именно такой, какой и должен быть. Он компактный, не слишком толстый, при этом из приятного глянцевого пластика. И по открытию-закрытию здесь нет абсолютно никаких проблем. Наушники также доставать не проблематично. А из разъемов имеется Type-C для зарядки, что в принципе и логично. А также одна клавиша для включения. По звуку самих наушников. Да, они схожи с AirPods'ами, но при этом имеют намного лучшую детальность и лучшую проработку на краях частотного диапазона. То есть, лучше проработаны низкие частоты и лучше проработаны высокие частоты. Поэтому в этих наушниках можно слушать даже какую-то агрессивную и сложную музыку. При этом не чувствуя какого-то ущемления из-за того, что это True Wireless. Также есть немного другая версия этих наушников Pro. И при этом различие у них в водонепроницаемости и в наличии голосового помощника китайского, что вряд ли вам сможет помочь. Поэтому с вкладышами, я думаю, мы также разобрались. И последняя модель, о которой хотелось бы поговорить, это Meizu Pop второго поколения. И, возможно, в последнюю очередь, потому что здесь будет вкрапление и некоторой субъективной информации, так как я лично себе купил эти наушники, но ни в коем случае не говорю о том, что они лучшие, покупайте только их и так далее. Это был исключительно мой выбор из-за некоторых причин. И давайте я сразу же начну с минусов, которые здесь также присутствуют. Это кейс. Он в итоге получается слишком толстый. И, как уже раньше говорилось, если хочешь куда-то пойти без сумок, без каких-то портфелей, еще чего-то, и кейс нужно положить в карман джинс, то это проблема, потому что он действительно выпирает. И хотелось бы, чтобы он был как-то немного поменьше. Тем более, что сами по себе наушники небольшие, и, соответственно, есть такая возможность сделать сам кейс немного другой формы. Но теперь, что касается самих наушников, по внешнему виду сам кейс остался точно таким же, как и первое поколение, и сами наушники внешне остались точно такие же. Поэтому в ушах они практически незаметны, не видны, тем более, что цвет белый. И отличная звукоизоляция. То есть, можно ехать в метро и при этом практически не слышать состава поезда и вот этого вот мощного шума. По звучанию. Это именно то, что и зацепило в самих наушниках. Они звучат для True Wireless наушников даже слишком правильно. Да, здесь нет какого-то мощного баса, здесь нет прям таких звонких, крутых, высоких частот. Но они звучат правильно. Они просто звучат правильно и это не может не подкупать. Конечно, иногда не хватает эмоциональности во многих жанрах. Из-за того, что все-таки это относительно бюджетные наушники, не хватает детальности, не хватает сцены и прочих моментов. Но когда ты понимаешь, что это True Wireless, прощаешь им это. А также радует тот момент, что очень небольшая задержка между картинкой и самим звуком. То есть, даже доходило до того, что есть возможность набирать текст, когда надеты наушники. А дело в том, что ты прекрасно знаешь и понимаешь, каково время отклика, допустим, на том же смартфоне от клавиатуры. И это расхождение не напрягает. А также наушники можно спокойно подсоединить, допустим, к компьютеру и одновременно с тем с телефоном. И сидя дома, когда жара, не нужно надевать полноразмерные наушники и париться в них. В итоге эти наушники стали моим выбором. А также приятно то, что работают на одном заряде они порядка 8 часов. Правда, я до сих пор не смог этого проверить уже, наверное, за недели-полторы их использования. Потому что всегда хочется поставить на зарядку. Но я думаю, что часов 6-7 даже на высокой громкости они стабильно отыграют. Последние наушники, о которых мы хотели бы поговорить, это Samsung Galaxy Buds. В этих наушниках есть одно но. Судя по многим отзывам, комментарии, наушники не совсем корректно работают со смартфонами некоторых производителей. И пусть во время нашего тестирования никаких проблем не возникало, все равно стоит прислушаться, так как случаи эти не единичные. Но при этом по самим наушникам. Они стоят на порядок дешевле, чем Icon X 2018 года, но при этом звучат на порядок лучше, чем те же Icon X. По своему удобству, по чехлу, к ним нет особых претензий. Это действительно хорошие наушники. И я бы с удовольствием поставил бы их здесь сейчас рядом и также о них рассказывал бы. Но подобных отзывов о моделях, которые стоят здесь, чтобы они не работали корректно с какими-то смартфонами, нет. Поэтому это будет не совсем честно. И последнее, что хотелось бы сказать. Удивительно. Прошло не так уже и много времени, но когда мы говорили в январе о True Wireless наушниках, то это были, как правило, модели стоимостью порядка 150-200 долларов. А сейчас мы говорим в основном о наушниках, которые стоят 50-80 долларов. И при этом по звучанию они даже лучше. Хотя прошло всего лишь полгода. И безумно интересно, что будет еще через год, какие наушники появятся и до какого уровня сможет подняться True Wireless наушники, да и в принципе беспроводные наушники. Так как есть некоторые основы о том, что должен быть хороший ЦАП, хороший усилитель, правильно сделано быть питание, правильная обвязка. И вся вот эта вот обвязка при этом находится в небольших наушниках полностью. Все это находится здесь. И плюс еще Bluetooth-передатчики. И безусловно, продолжение этой рубрики будет не совсем уже в скором времени, но тем не менее намечается. Поэтому, если вам понравился данный ролик, пожалуйста, поставьте лайк. Если остались какие-то вопросы, их пишите в комментариях. И на этом все. Большое вам спасибо, что досмотрели до конца. И до новых встреч.